Сейчас будем делать маску для волос. Это как бы называется домашнее ламинирование волос. Я уже немножко... Голос у меня уже немножко лучше после простуды. Что у нас здесь? Вот такая пачка желатина, быстро растворимого. Здесь 15 грамм. Я размешалась двумя такими полными столовыми ложками кипятка. Желатин растворился. И теперь в желатин нам нужно добавить 2 столовые ложки любой маски для волос, которая вам подходит. У меня вот сейчас поверну. Я, по-моему, когда-то уже показывала. Вот эта масочка у меня. Поэтому мы добавляем сюда 2 столовые ложечки. С желатином все хорошо перемешиваем. Добавила 2 ложки. Теперь мы сейчас все перемешаем. Вот такая масса получилась. Понадобится нам еще чепчик, который мы оденем сверху маски. Значит, как делается это домашнее ламинирование. Я сейчас просто помою волосы шампунем. Слегка промокну лишнюю воду полотенцем. Нанесу на влажные волосы вот эту маску. И сверху одену вот эту шапочку. И нужно проходить от 40 минут до 2 часов. От того, сколько времени вы можете уделить. Скажу честно, меньше часа я не хожу никогда. Но в инструкции, вот когда мне девочка рассказывала за эту маску, она вот 40 минут ходит, ей нормально. А я еще, бывает, сверху шапочки этой резиновой прогреваю феном. Ну, чтобы этот желатин, я в интернете читала, этот желатин тогда лучше впитывается. Поэтому я сейчас нанесу маску, помою волосы, нанесу маску, одену шапочку, минут 5 прогрею феном поверх шапочки. И после фена отхожу еще минут 50, час. После этого просто мы смываем водой. Обычной водой, как вы маску смываете. И укладываете волосы так, как вы делаете это обычно. Волосы настолько будут напитанные и блестящие, что вы сами удивитесь от того, насколько все просто. Делаю маску. Муж уехал на футбол, а мы решили с детьми посмотреть фильм и устроить себе черепитие. Будем делать яблочный пирог. Яблочный пирог необычный, а на... Я извиняюсь, немножко кашляю. А на сковороде. Я этот рецепт узнала года два назад. Он мне очень понравился. Попалась косточка. Он мне очень сильно понравился. Я его уже не раз готовила. Чаек поставили с детками заваривать. Вот у нас чаек турецкий заваривается. Значит, что нам нужно? Я на сковороде. Растопила столовую ложку сливочного масла. В эту столовую ложку сливочного масла нужно добавить коричневый сахар. Сейчас он у меня немножко спрессовался. Буквально вот полторы-две столовые ложечки. Ждем, пока растворится сахар. Растанет масло. И начнем перемешивать масло с нашим сахаром, чтобы получилась карамель. У меня здесь вот эта часть. Это яблоки. Три небольших яблочка. И у меня была одна груша. В общем, она такая не сильно сладкая. И никто ее не хотел кушать. Я решила, что я ее тоже порежу в пирог. Поэтому у меня большая груша и три маленьких яблочка. Сейчас мы будем перемешивать сахар со сливочным маслом. Сейчас я возьму лопаточку. И нам нужна обязательно сковородка с крышкой, я не сказала. В общем, мы сейчас перемешиваем сахар с маслом. Сахар должен у масла раствориться. Еще раз скажу, что пирог будем делать прямо в сковороде. Не знаю, делали вы когда-нибудь такой пирог или нет. Но мне очень нравится. Растапливаем масло. Сахар с маслом растопился. И мы теперь к нашему такой карамели добавляем наши яблоки и груши. Ну, вообще в оригинальном рецепте только яблоки. Но у меня сегодня еще будет одна груша. Просто перекладываем так руками. Хорошо перемешиваем. Надо, чтобы наши яблоки как бы такие стушились, стали мягкими. И полностью покрылись вот нашей карамелькой. Видите, карамелька растопилась, она коричневая. И тушим. Пока наши яблочки тушатся, мы сейчас сделаем тесто. Для теста нам понадобится 4 яйца. По рецепту стакан сахара. Но я буду использовать полстакана. У меня вот как раз полстакана коричневого сахара осталось. Ванилин. У меня вот такой ванильный цукор. Стакан муки цельнозерновой просеять. Не подготовила сюда. 50 грамм сливочного масла и разрыхлитель для теста. Взбиваем яйца с сахаром, добавляем масло. И добавляем, просеиваем муку с разрыхлителем. То есть, как обычный бисквит, только с добавлением сливочного масла. Яйца я взбиваю вот в такую пышную белую пену. То есть, я взбила с полстакана. Я ложками посчитала, столовыми. 4 с горкой коричневого сахара. Сахар можно использовать любой. Белый, коричневый, как сахарозаменитель. Ну, не люблю я сахарозаменители, поэтому использую сахар. А в рецепте нужен стакан. Я вам скажу так, что если добавить 4-5 ложек сахара, то будет, так как яблочки еще сами по себе сладкие. И мы в яблоки добавили немного сахара. Потом пирог получается довольно сладкий. Теперь выливаем в яйца 50 грамм растопленного сливочного масла. Тоже миксером хорошо перемешиваем. И начинаем добавлять муку и разрыхлитель. Яблочки наши стали уже мягкими. Тесто я уже приготовила. Консистенция, видите, как на обычный бисквит, такая сметанка. И мы теперь просто это тесто выливаем поверх яблок. Вот так у нас получилось. Ставим самый маленький огонь. Яблочки у нас внизу. Накрываем наш пирог крышкой. И не открываем его. Минут 30-40. Вы увидите, поверхность пирога станет матовая. И появятся пузырьки. На самом маленьком огоньке. Кстати, муку я использовала цельнозерновую. Те, кто живет в Украине, знают, что самая, ну не знаю, на мой взгляд, самая прикольная мука, продается в АТБ. Сейчас покажу, как она выглядит. Вот так вот она выглядит. Цельнозерновая. Борошина цельнозерновая. Но я думаю, что в какой бы вы стране не жили, то вы найдете цельнозерновую муку в каком-то отделе с правильным питанием или еще с чем-то. Поэтому, я думаю, проблем не будет. Да, у меня в пироге есть сахар. Но я использую хороший. Я использую коричневый. И мало. Пирог будет большой, а сахара на целый пирог мало. Сладость будут давать яблоки и груши. В общем, наш пирожок будет выпекаться под крышечкой. Как будет готов, покажу. Не сказала, пока пирог не станет матовым, видите, уже пузырьки на поверхности теста выступают, крышку открывать нельзя, иначе пирог не получится. Выключила вытяжку, посмотрите, как поднимается наш бисквит. Надеюсь, видно под крышкой. Вот еще, видите, как он поднялся? Еще минут 7-10. И мы выключаем. Переворачиваем тарелку, чтобы яблоки наши оказались сверху. Посмотрите, какой он пористый получается под крышечкой. Пирог наш готов. Я его уже приоткрыла, еле оторвала крышку. Посмотрите, какой он. Ой, запарился. Пышный. Краешки, видите, видно, что пирог испекся. Я его сейчас выключу и дам немножко остыть. А после, как подстынет, переверну на тарелку. То есть, вот то, что мы видим, это будет на дне. А яблоки, которые внизу, они будут сверху. Девочки, вот такая красота получилась. У меня хлебопечка шумит на фоне. Не обращайте внимания. Посмотрите, какой он пышный, высокий. А яблоки сверху просто покрылись карамелью. Вот той, в которой мы их томили. Резать его нужно полностью остывший. Вы видите, что он порует. То есть, мы сейчас подождем минут 20, чтобы он полностью остыл. И будем пить чай. В разрезе покажу. Получили посылку с Алиэкспресса. Да, Анют? Да. И Анюта очень хочет ее распаковать. Разрезай. Ножничками давай. Это держатель для телефона в машине магнитный. Вот эта штука снимается, и на нее крепится телефончик. У нас в Сильпо проходит акция сейчас, что если делаешь покупки, за каждые 50 гривен твои покупки, тебе как бы начисляется фишка. Вот карточка такая. И эти фишки можно менять на посуду. То есть, ты, собирая фишки, ну, к примеру, вот такая форма, как мы сегодня взяли. Вот если ты собираешь 10 фишек, то ты платишь за эту форму всего лишь 99 гривен. Ну, и также вот разные формы есть. Тоже 10 фишек. Вот этих не было сегодня формочек. И мы купили сегодня две штучки. Одну вот такую круглую для пирога, а вторую взяли вот такую большую для выпекания там рыбы или тоже пирог, можно что угодно. Они такие красивые, прикольные. Мы когда-то участвовали уже в такой акции. Посуда в целом мне понравилась. Сейчас она вот белая с красным. Раньше была белая с синим. Показываю, Анют. Первая. Это вот такая форма для пирога. Размер у нее 27 на 5. Она, видите, с вот такими бортиками. Мне нравится. Я видео видела, как в таких формах прям вот тесто раскатывает и прямо на вот эти краешки его обрезают по вот этим краям. В середину можно положить любую начинку и какие-то украшения. У меня вот именно вот с такими бортами формы никогда не было. Решила попробовать. А вторую форму взяла вот такую большую. А с этой стороны не показала, как они выглядят. Можно мыть в посудомойке, но нельзя ставить на открытый газ. И эта форма, она прямоугольная. Размер вот такой. Я люблю такие формы, если там какую-то запеканку делать или рыбу запекать целиком, то здесь прекрасно ложится 2-3 рыбки. Она тоже вот... Здесь все запаковано. Это получилось 149 гривен, а это получилось 99 гривен. Ой, сегодня покажу вам пакетик. Уже, наверное, недели 3 назад нам его передали для Ярика и мужа. А мы так и не посмотрели, что там лежит. Я за него забыла. И Анита вот сидит, и ей очень хочется посмотреть, что там в пакете. Носки. Ой, носки с котиками. Это Ярику. Это папе. Что там еще? Это, наверное, папе, да. Пенка для бритья джилет и лосьон после бритья. Напиши на настоящему чемпиону. Есть еще что-то, Дать? Шампунь какой-то. И набор палмалев. Это мыло и гель для душа. Три в одном. То есть можно и волосы мыть, и купаться. Ну, в общем, это, наверное, Ярославу, потому что Ярик еще не бреется, да. А это мужу. А мне понравились лично мне вот эти носки с котами. Буду сына выменивать. Выпрашивать. Мы с Аней любим котов. Да и эти такие не совсем. Ну, Ярику. А коты, конечно, это моя слабость. В общем, поменяемся, да, с Ярикой? У нас что-нибудь? Да, нет? Вот такие вот у нас сегодня, ну, можно сказать, приобретения. Маску я сделала. Волосы просто супер мягкие такие. Смотрите, я очень сильно кучерявая. У меня пористые волосы, очень вьющиеся. И вот после этой маски, смотрите, я их не выравнивала, ничего. Даже вот кучеряшек практически, ну, чуть-чуть вот завелись, а так практически ровные. И плюс волосы очень сильно напитываются. Вот они, знаете, прям ощущение такое, что волосинка толще стала. То есть желатин, это как бы, как такой структурный материал, который напитывает волосики. И они становятся более плотные такие, более упругие, как сказать правильно. Сейчас я досушу волосы. Я даже не досушила, они у меня еще влажные. Ну, в общем, маска супер. Если вы никогда не пробовали, то попробуйте обязательно. Ну, лично мне очень нравится делать маску с желатином, потому что, во-первых, это бюджетно, а во-вторых, реально классный эффект. И третье, не нужно покупать каких-то там суперсредств, каких-то бегать по аптекам, чего-то искать. Желатин и ваша любимая маска для волос. Все. Пробуйте. Ну, мы сейчас уже будем резать пирог. Анютка после ванны. Сейчас ждем Ярика. Мы уже налили чай. Мы сегодня решили, заварили турецкий чай, решили пить его с турецких стаканчиков. Папа у нас гуляет на футболе, поэтому у нас такой вечер, мама и деток. Да, дотя? Сейчас Ярик к нам придет, а я пока разрежу пирог и покажу, какой он внутри. Не знаю, мне удобно будет одной рукой, удобно. Он такой мягенький, мягенький. Сейчас покажу, какой у нас пирог получается внутри. Обязательно должны такой пирог приготовить. Посмотрите, какой он пышный, сочный. И вот эта вся карамель, которой тушились, в моем случае, яблоко и груша, все впитывается в пирог. Посмотрите, какая прелесть. Он такой сочный, нигде нет, и очень-очень вкусно пахнет. А ну-ка сейчас. Даже внутри вот эта ваниль очень-очень слышна. Поэтому мы сейчас накрываем стол, ждем брата, да, дотя? И будем устраивать чай и питье. Пирог очень вкусно пахнет. Но сейчас брата дождемся и будем есть, хорошо? Ну все, Ярик у нас тоже весь покупанный, чистый, банный день, вечер, воскресенье. Начинаем пить чай. А ну-ка, скажите мне впечатление. Давайте пробовать и говорите мне, нравится вам или нет. Вкусный. Тебе вкусно, Анют? А какой он на вкус? Не знаю. Похож на бисквит в духовке или отличается? Похож. Но более сочный, да? Ярик, а тебе как? Мне понравилось. А что тебе понравилось? Яблоки карамелизированные или что бисквит такой влажно-сочный? Просто пирог. Просто вкусно, да? Ну понятно. Ну в общем, приятного нам аппетита. Я, как видите, с одним чаем. Я пирог буду утром. По правильному питанию пирог. Ну мне очень хочется. Он так пахнет. В общем, тем, кто пьет чай или кушает, всем приятного аппетита. А мы сейчас попьем чай и будем смотреть фильм. Фильмы будем сегодня смотреть «Мир юркского периода». Первая часть. Ярослав очень сильно хотел посмотреть этот фильм. Но сегодня мы, наверное, только одну часть осилим, а завтра посмотрим вторую. Да? Да. Анют, ты любишь такие фильмы про динозавров? Угу. В общем, все. Будем смотреть. Хорошего нам просмотра. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok